всем привет и сегодня у нас будет видео наши органы с точки зрения эзотерики все мы помним есть видео наши эмоции там мы достаточно здорово исследуем что такое второй дань яй кто не видел это видео пожалуйста посмотрите наши эмоции очень интересное видео но после этого видео почему-то начали приходить комментарии что ну собственно понятно есть высшее проявление души это мы собственно говоря наше сознание а органы ну как физическом плане скажем сердце сосуд который качает кровь и все на этом а в энергетическом плане ну да вырабатывает энергию определенную на этой энергии 2 дань тянь чувствует радость либо злость либо обиду если сердечная энергия низкочастотная смешана с пучками и собственно все на этом в китайских комплексах цигун есть такой комплекс который называется игра пяти зверей и смысл этого комплекса заключается в том что если мы начинаем двигаться определенным образом и представлять себя определенным животным то тогда мы начинаем активизировать и увеличивать определенную энергию органа и не знаю почему выгруппить из зверей именно она так называется включили журавля журавль вроде птица но действительно там журавль и журавль символизирует энергию почек если мы вспомним птицу журавль которая стоит одной ногой в воде и там пытается выловить лягушек то кстати какая должна быть энергия чтобы журавль не мерз этой одной ногой и не простужался его почки если мы вспомним также игру пяти зверей там есть обезьяны и обезьяны очень эмоциональные обезьяны очень живые очень подвижные и приблизительно также ведет наш желудок как так почему да потому что у нас есть высший разум и каждый орган имеет часть нашего сознания как это понять собственно говоря предпочтение наше это не совсем наше предпочтение предпочтение наших органов была даже такая история вот к сожалению статью не сохранила но вы можете почитать в интернете сейчас таких историй очень-очень много о пересадках органах и когда человеку пересаживают чужой орган у него часть каких-то предпочтений начинает меняться и это очень с одной стороны странно с другой стороны если знать что органы берут на себя какие-то определенные эмоции наши то тогда понятно что так оно и должно быть даже была одна интересная история о двух людей один попал в аварию и сердце было настолько что-то в аварии произошло сердцем что она была не жизнеспособна то есть невозможно было сердце как-то там заштопать чтобы она дальше продолжала жить ну и человек вместе с ним а другого человека у него отключился мозг умер мозг потому что было самоубийство и когда человек попал на стол стало понятно что все органы живы а мозг отключился решили спасти естественно у кого мозг был еще жив пересадили у них оказалась совместимость пересадили сердце кто попал в аварию когда он вышел из больницы через какое-то время он встретил ту же девушку что и тот кто жизнь самоубийством закончил они поженились и через по моему десять или пятнадцать лет нам истории был уже сейчас не помню он тоже закончил уже самоубийством история такая достаточно странная и неоднозначная что что можно подумать что он такого сделала девушка как она доводила своих мужей что все заканчивали после нее самоубийством с другой стороны можно подумать что орган сердце так работал так любил так видел мир видел пространство что это приводило к какому-то плачевному исходу если бы психологически сердце начать вовремя лечить возможно этого бы не произошло также есть несколько художественных фильмов на эту тему когда у человека пересаживают орган по каким-то причинам и если мы посмотрим на богатейших людей то в этих историях тоже очень много странности когда совершенно здоровое сердце пересаживали по моему ротшарду и через несколько лет сердце становилось совершенно изношено мы пересаживали еще другое сердце опять несколько лет и опять все почему так происходит когда человек совершенно не дает сердцу проявление чувствительности именно сердечного у него нет нет кого-то кому проявлять эту чувствительность нет кого-то кому он испытывает какие-то теплые чувства и получается сердце как вакууме сердце не может проявлять энергию не может обменивать ее с кем-то и потихоньку так как эта энергия блокируется потихоньку сердце чахнет очень частая история про желчный пузырь которую вырезали а когда начинаешь разбираться оказывается что у человека очень много аутоагрессии то есть агрессии направлены на себя человек сдерживает агрессию ему что-то не нравится в жизни как-то люди на него влияет а он ничего не говорит никак себя не проявляет а держит все себе потому что его так научили у детстве говорят быть послушной быть аккуратной будь довольной позитивной и так далее и это влияет на наши органы в данном случае на желчный пузырь то же самое с почками то же самое с печенью какие-то определенные психологические проявления наши очень сильно влияет на орган либо сам орган не научен проявлять как как-то энергию либо мы просто блокируем орган он проявляет какую-то энергию может быть даже низкочастотную а мы это проявление задавливаем и орган получается вот в этой низкочастотной энергии он губится но орган задает какой-то тонус нашей душе орган говорит что ему нравится или нет да орган говорит и мы можем это принимать либо не принимать и тогда мы будем либо в согласии с самим собой с собой с нашими органами в данном случае либо будем не в согласии что тогда будет тогда орган начинает болеть тогда наша психика страдает наша высшая психика страдает сами себя не понимаем и не можем как-то определиться что нам хочется либо мы очень сильно перетруждаем орган я говорила как-то что я была в контакте с человеком около года контакт настроился сам собой так вышло по определенным причинам сейчас я не буду рассказывать но когда этот контакт прекратился мне его очень сильно не хватало с одной стороны я действительно очень сильно тратила энергию на человека с другой стороны вот этот обмен энергии это такое неповторимое скажем так чувство единение с другим человеком но на очень высоком уровне и вот этого не хватало но тот человек на другой скажем стороне линии другой стороне контакта он не занимался и не стал бы этого делать и поэтому энергетически тянула только я всю вот эту связку и когда пыталась дотянуться через какое-то время через несколько лет у меня сердце просто взбунтовалось я почувствовала что это действительно отдельный орган с отдельной энергетикой и сердце было очень прочим горло не 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 я уже не вытяну двоих вас соединишься все конец вот я не стала соединяться то есть я на себе прочувствовала что органы действительно это как отдельные маленькие наши части которые тоже имеют свои предпочтения и эти предпочтения надо учитывать и как-то с собой договариваться то есть мы это огромная система достаточно сложная система которая работает по своим правилам и принципам и орган это не просто что за там такая отдельная часть энергетическая которая вырабатывает нам нужную энергию как нужный бензин нет это не так чем мы в данном случае отличаемся от животных у определенного вида животных птиц и растений вырабатывается определенная энергия в большей степени и по чуть-чуть энергии других а у человека не он человек все-таки вспомним да человек прошел огромное реакционное развитие он уже был всеми вот этими животными для чего для того чтобы у него в равной степени вырабатывались определенные энергии вот эта совокупность энергии и и есть человек так я надеюсь я объяснила хорошо и понятно если не понятно до сих пор пожалуйста пишите в комментариях будем думать как объяснить еще более понятно я хочу вам напомнить что у нас есть телеграм-канал у нас есть яндекс дзен канал для чего они нужны вдруг закроют youtube и вы нас потеряете пожалуйста присоединитесь и к телеграм-каналу и к яндекс дзен канал чтобы нас не потерять также я напоминаю что у нас идет набор на инструкторские курсы те кто хотят стать инструкторами к те кто хотят стать инструкторами но не имеет определенной калифе квалификации вы можете пройти сперва курс планетарных практик а после этого перейти на инструкторские курсы и для этого мы открываем отдельную группу которые будут учиться не 4 месяца как инструкторские курсы а три месяца мы изучаем планетарную практику и еще вместе 4 мы будем изучать инструкторские курсы для наоборот по моему 4 по моему перепутала по моему оборот три месяца инструкторских и 4 так надо будет он и спросить у администратора как мы там договорились и у нас продаются книги наука внутренней силе первая часть и наука внутренней силе вторая часть приобретайте книги они интересны и интересно заниматься цигун набираться энергии быть позитивным хотя не всегда надо быть позитивным скажу так быть энергичным давайте исправлюсь справляться со своими определенными какими-то проблемами и в том числе психологическими проблемами на нашем канале потихоньку появляется видео для того чтобы вы сами без психолога могли справиться со своими психологическими проблемами либо вы можете также прийти на консультацию с каким-то определенным психологическим запросам мы его разберем и это поможет вам разобраться в себе на этом все всем пока